После 451 года. Вы знаете, это есть форма общения с бесами. Как и любое заблуждение, оно способствует отвлечению людей от Господа, от Иисуса Христа. Я знаю сотни примеров, сотни судеб. Христиан православных, сотни судеб, поломанных через эту оккультную практику. И люди ищут исцеление от мощения. Почитая человеческие останки, люди думают, что они получат благословение, а наоборот приходят проклятия. Я когда-то тоже ездил к мощам, к одним и другим, в разные города, в паломнические поездки такие. Также жил я в Beerb В 1996 года Бог меня от этого освободил. Спасибо Господу. ой, я просто очень благодарен, на самом деле, очень благодарен ой, знаете, как будто бы камень из души упал вообще, как будто люкзакер с камнями в душу, ой ой, как хорошо верить в Иисуса Христа, как хорошо знать Христа, как хорошо просто быть христианином, без этих всяких, этих, вавилонских священий. По утрам просыпаюсь, я не ломаю голову над вопросом, какому же святому мне молиться сейчас? О, спасибо Господи. Вот, но рассказывая об этих проблемах, самая основная вещь, самая основная проблема этих учений, что враг пытается запутать человека, и чтобы человек не нашел пути спасения, доходит до трагикомичного, буквально, трагикомедия. Большая часть священников, кого я знал, православных священников, традиционных, ортодокских священников, которые я знал. Когда спрашивали их или спрашивали их, как спастись, в чем путь спасения, они не знали. Даже сейчас многие очень священники не знают пути спасения. И часто занимают позицию такую, что и сам ням, и другими дам, собаку на сене, и сам не входят, и входящим приказывают. Ну, вообще в православии. Такой противный вдог, такой хот-дог. В принципе, 2000 лет назад такая же проблема была. Похоже. Вообще, 2000 лет назад были такие проблемы. Ну, и в наши дни, когда космические корабли раздят простую Вселенную, то же самое. То же самое. Вот и... Вас вопрос есть? Томас, Томас. В Украине ситуация сейчас лучшая в этом отношении. В Украине ситуация... В Украине ситуация несколько иная. В чем в России, и в других странах МФС. Здесь, во-первых, много религиозной свободы. И разные православные церкви существуют здесь. И есть разные ортодокские церкви здесь. Это похоже на многопартийную систему в государстве. Это всегда оздоравливает общество. Это всегда... Такой тип свободы всегда всегда делает общество более здоровой. Как, допустим, в государстве. Однопартийная система, она разлагает общество, она уничтожает общество. Деградирует общество. Один партийный партий. Один партий. Один партий. Один партий. Один партий. Это не приятных общественности. Людям, выросшим в свободном мире, это очень трудно понять. Когда в Советском Союзе я получил паспорт, я шел голосовать на избирательный участок. Как и в Советском Союзе я получил паспорт, и я был выбран в каком году? Я не помню уже. Простите, я купила, чтобы Рик сказал. Короче, это еще до перестройки. До Горбачева, до Горбачева. Система была ужасная. И честно говоря, мои мозги кипели. Было голосование, избирательный листок беру, где записана только одна партия и один кандидат. То есть я должен подойти, расписаться, взять эту бумажку, отметить галочку и бросить ее в урну. Ну, все. Ту урну. Ту урну. Не-не-не, избирательный урну. А, хорошо, избирательный урну. Хорошо. Много общения. Много общения. Ту урну. И я должен приехать и поставить тик в передо мной только одна опция, которая там была. Я должен подписаться и поставить его в специальный бокс для выборов. Это назывались выборы по-советски. Это были выборы по-советски. Выборы. Выборы. Выборы подразумевают, что я выбираю из кого-то. Выбираю. Я был молодым человеком совсем. Но я чувствовал себя очень плохо. Я понимал, я вышел со избирательного участка, как будто меня изнасиловали. Не знаю. Я чувствовал отвращение к тому, что я сделал. К тому, что произошло. И я больше не хотел ходить на избирательный участок, не избираться. Однопартийная система развращает любое общество. Тоталитаризм. Тоталитаризм. Однопартийная система поражает или спойлит. Помогите мне. Корабция. Да, всю общество. А также и с религией. Абсолютно так и с религией. Так же и с религией. Одна религиозная система, одна религия, одна конфессия в одной стране. Это всегда разлагает общество. Это ужасно. Любая конфессия, любая деноминация превращается просто в монстра. Вот с такого монстра превратилась православная церковь в свое время. В Украине сейчас ситуация лучшая. Есть разные православные церкви. С разными взглядами. И это позволяет идти мало-помалу процессу реформации, реформ церкви. Изменений. А по поводу Томаса это больше политическое даже решение было рассчитано. Для Украины как государства это очень важное достижение. Это независимо государство. Но если человек не возрожден, то неважно, он с Томасом, без Томаса, как бы, роль не сыграет. Но независимость украинская. Украинская церковь создает условия для реформ здесь сейчас. Еще, может, вопросы есть? Я думаю, что я рада, чтобы у нас не получилось, как Константин сделал города, чтобы у нас не пошло. Да, может быть так. Украина не будет то же самое, которое император Константин сделал много тысячи лет назад. Он не знает, что это так. Такая христианская политология. Есть христианская политология. Если Украина будет идти дальше, в сторону свободного мира. Если Украина будет двигаться в сторону свободного мира. Свободного мира, да. Евроинтеграция, свободный мир, дружба с Америкой, с свободными странами. То этой проблемы не произойдет. Но если ситуация сейчас изменится и в сторону России пойдет Украина, под Россию, тогда это будет страшным очень событием в Европе. Это будет концом пробуждения. Дизастер для Украины. И это будет конец восстановления. Вот. Поэтому даже вот эти выборы предстоящие, я очень молюсь и благоставляю, чтобы... хватило маленьких людей сделать выбор все-таки свободы. Так что эти выборы, которые пришли. Я не волнуюсь об этом. Я очень волнуюсь. Я очень волнуюсь. Я очень молюсь, чтобы люди имели достаточно свободы, чтобы сделать правильный выбор, чтобы выбрать правильный выбор. А я в два дня переживаю. Потому что я гражданин России, и я украинский епископ. Для меня дороги и Россия, и Украина. Но я понимаю, что нельзя быть вместе сейчас с этим странами. Нельзя. Вот. В этой ситуации, в сегодняшней ситуации, ни в коем разе нельзя. Ради и России, и ради Украины. Я молюсь о том, чтобы пробуждение здесь духовное, оно не остановилось, а чтобы дальше набирало обороты. Еще больше распространялось. Я молюсь о спиритическом университете. Не остановилось, а чтобы уничтожить немного больше дня, энергии, 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 энергии. И оккупироваться. Если Украина сейчас выстоит, как государство независимое и свободное, то и для России будет шанс реформации, шанс духовного пробуждения. По времени. По времени. По времени. Хотя, конечно, я не смотрю через розовые очки на ситуацию. Я понимаю, что все равно рано или поздно исполнится пророчество библейское. Конечно, многое зависит от нас, когда оно исполнится и как. Но я знаю, что война будет с Израилем, а Россия, огромная война, страшная война. Земля с Северной пойдет войной на Израиле. Потому что северная армия, северная армия, северная армия, северная армия, северная армия. Чтобы люди не остановились с пушечным мясом антихриста. Но чтобы покаялись и обратились к Богу живому. Но, к сожалению, многие православные священники в России настроены на войну с Израилем. И говорят так. Спасли мир от фашизма, теперь спасем мир от антихриста. Пойдем войной на Израиль, на Иерусалим. Иерусалим будет наш снова. Так говорят. Крым взяли потом Константинополь, потом Иерусалим. Такая стратегия. Она уже давно есть уже эта стратегия. Но, к сожалению, многие ортодоксисты, многие ортодоксисты, говорят, что мы должны сражаться из Израиля. Они сказали, что мы уже сражались Крым, Крым, Шещерам. Стамбул. Стамбул. Константинополь. И теперь мы сражаемся сражаться из Иерусалима. И что русский царь, белый царь будет русский в Иерусалиме. Будет спасителем от антихриста, какого царства антихриста. Они сказали, что они будут бороться против антихриста в Иерусалиме. И они сказали, что белый царь будет в Иерусалиме. Да. Род русский царь будет в Иерусалиме. На престоле. В Иерусалиме. Вот. Но на самом деле это как раз и есть дух антихриста. Который идет войной на Иерусалим, на Иерусалим. Православие играло роль очень серьезной в этом отношении. Так что молитесь за православную церковь, пожалуйста. Молитесь за реформаторскую церковь. Я хотела спросить о церковь, в которой я являюсь архиепископом. Кто оставил эту церковь и когда? Ваш покорный слуга в конце 2000-го, начало 2001-го. Я начал церковь эту здесь, в Киеве. В каких годах? В конце 2000-го, начало 2001-го. В конце 2000-го, начало 2001-го. В конце 2000-го, начало 2001-го. Наша церковь началась просто с домашнего общения, с домашней группой. Мы так и называемся. С самого начала именно реформаторская православие. Началась в Украине, да. Реформаторская церковь. Сейчас нас немного, но есть в разных церквях, в разных странах и союзах. Конечно, свою преемственность я вижу в православных реформаторах начало 20-го столетия. 100 лет назад, чуть больше 100 лет назад. Что такое преемственность? Ну, преемственность как бы. Фарусские большие слова? Как related. Мои предшественники. Своими предшественниками я вижу вот те православные реформаторы. Ну, меня вдохновляют многие люди. Из недавних это Александр Мейн был священник такой. Старший наш современник. Он наш... Ну, сейчас. Да. Вот. Сто лет назад это была группа священнослужителей православных, которые как раз соревновали о реформах. Это юбископы были Александр Боярский, Александр Денинский, Антонин Берновский. Это много их было. То есть, довольно много разных священнослужителей. А первопроходцем вообще, пионером реформаторского православного движения я считаю патриархом Кирилла Лукариса, который в конце 16-го, начало 17-го столетия, через 100 лет после Лютера поднял знамя реформации. Впервые так вот открыто. Но... Первый, который сделал этот священнослужитель, был человек... Как его звал? Кирилл Лукарис. Кирилл Лукарис. Патриарх Вселенский. Он был патриархом. И он 100 лет назад, после Мартин Лютера, что он сделал? Через 100 лет после Лютера. Он поднял знамя реформации на Востоке. Он поднял знамя реформации на Востоке. Как для западной церкви был Лютер, Кальвин, Свингли. И другие реформаторы. Начало 16-го столетия. В начале 16-го столетия. А так для православного мира и восточного мира были другие священнослужители, через 100 лет поднявшие знамя реформации. В конце 16-го, начало 17-го столетия. В конце 16-го, начало 17-го столетия. В конце 16-го столетия. Да. Принятие идеи. Да. Принятие идеи, да. А призвание именно к реформаторскому труду я получил от Господа. Бог призвал меня к труду, к этому послужению. Это можно много рассказывать об этом. Это было и в сновидении, и в видении, и в чтении Библии, в молитве, в ислоковании языков, ислоковании снов, там много всего было. И в конце 2000-го я начал такое служение. Получается, в Украине оно только началось в конце 2000-го года. А почему в Украине я начал служение? Как я вообще оказался в Украине? Я просто был с семьей вынужден уехать из России тогда. В 1997 году я приехал в Украину, потому что в России меня гнали. В 1997 году я приехала в Украину, потому что я был в России. Просто-напросто опасаясь за свою жизнь. Потому что... Меня заказывали бандитом, должны были меня убить несколько раз. Ну, всякое было, короче, всякое было. Вот Бог сохранил мою жизнь. Но один из священников католических в России, он сказал, мой товарищ со Словакии, он сказал, что батюшка лучше все-таки выехать либо в Белоруссию, либо в Украину. Хотя бы на время затаиться. Я вначале приехал в Белоруссию. Был в Минске у друзей моих католиков тоже. Почему я с католиками стал общаться? Потому что среди них нашел я много единомышленников. Это были прогрессивные такие католические священники. Которые помогали мне. И через них я оказался в Украине. По приглашению католической церкви я приехал в Украину. Я приехал во Львов. Жил у Любомира Гузера. Он был тогда помощником кардинала в Греко-католической церкви Украины. Он не так давно умер, да. Он мне очень понравился как человек. И через него я полюбил Украину. За две недели общения с ним я влюбился в Украину просто. Через него, через его сердце, через его мысли, свидетельство. Я рассказал ему подробно. За две недели у нас было много разговоров. Я рассказал ему о своем пути с Господом. Ну что вам рассказывал? Всего рассказывал. Всего рассказывал. Всего рассказывал. И я рассказал ему все о моей жизни. О моем пути с Иисусом. Я рассказал, что меня должны были любить несколько раз. Но у бандитов больше совести было, чем у священников. Представляете? Он был убил несколько раз. Но вы можете представить, что чувство сознания было гораздо сильнее и сильнее в снайперах, которые были выбраны, чем в тех, кто выбрал этот убран. Кто платил этот убран. Кто убрал меня. И Любомир Гузов сказал мне так, что тебе лучше оставаться в Украине. И трудиться в Украине. И трудиться в Украине. Я не знаю украинского языка вообще. Для меня это все чужая территория. Чужая земля. Это как terra incognita. Terra incognita. Land, which I don't know. Sorry. Foreign land, for me. Вот. Короче, все поняли, да? Земля неизвестная, короче. Это как unknown land. Тем более, по моему отцу у меня родня все были ветераны ЧК и НКВД. И потому что, потому что от моего отца все мои земли, КГБ. И поэтому... Анцестерс, were from... К... 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 И поэтому украина мне ассоциировалась только это вот, что... Котлы, бандеровцы, сало, обрезы, как бы... Ну, ничего хорошего. И украина, я с это ссоциацией, К... 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 И со временем я стал воплощением страхов моей семьи. К... И... К... 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 Я христианин, я верующий, я бандеровец. К... 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 Когда на границе спрашивают меня, кто живы, я говорю, я за дружбу народов говорю. И я молюсь за Украину, молюсь за Россию, молюсь за другие страны, и верю в пробуждение духовное. Я в первый день вчера вам рассказывал свидетельство 2003 года, когда Бог воскресил мальчика и очень быстро его исцелил. До того момента я временами верил, временами не верил. Я слишком рациональный человек, мне нужно потрогать, как Фомей, неверующий ему просто. Но в 2003 году я это увидел и потрогал, сам, лично потрогал. И поэтому мне говорят, что вы серьезно верите в реформацию православной церкви, разве это возможно вообще? Я говорю, я не просто верю, я это знаю, я это потрогал, сам, потрогал. Каким бы ни был, я там твердолубом, я это просто, до меня дошло это, просто. Серьезно, это реально дошло. Как я был стартборн, я просто решила, я просто решила. Так что, друзья, молитесь. И особенно благословляю тех, кто будет трудиться в культуре православной, проповедуя православным. Православные люди нуждаются в спасении. Православные смещенники нуждаются в спасении. Говорите людям о Христе. Говорите правду Божью. Что Бог, Он уже примирил с собой весь мир. Что Он спасение дает всем нам. Прими только, прими эту благодать. Все гениально и просто. Я надеюсь, что смотрят и православные священнослужители. Или посмотрят видео это, не знаю. Однажды в России, в республике Удмуртия. Я разговаривал с одним священником. Традиционным православным священником. И это был такой импровизированный диспут получился у нас с ним. Дискуссия. И там присутствовало много людей. Это были в основном его прихожане. Его православные люди. И всего лишь несколько человек было там евангельских верующих. Проконистантов. Которым я приехал куда собственно там. Послужить. Как евангелист. И этот священник, он обвинял меня во всем. И ругался. Ряса наша, крест наш, а ты не наш. Казачок засланный. Харизмат ряженный. Как-то еще там. Ну короче, что такое. Он говорил там. Ну короче, харизмат ряженный. Харизмат ряженный. И я просто взмолился внутри Господа. Я просил слова для этого священника. И второе, я просил у Бога о знамении. Чтобы была возможность это слово сказать. Потому что он просто зубивал авторитетом, кричал и не давал даже слов ставить. И вдруг пришло слово. И через несколько минут знамение. Он вдруг замолчал. Притом, да, шарап. Мне-то нравится этот американский. Есть фамилия шарапов. Он, наверное, как раз такой, да. Его с детства звали «Заткнись», да. Ну, это шутка, это тоже шутка, ладно. Не приводи. Просто к нерву. Это неприводимый русский фольклёр. Так вот, и я сказал то, что пришло у меня в сердце. И священник слушал внимательно, и люди слушали. Я сказал так. Вот вы как священнослужитель православный, как священник. Скажите, пожалуйста. Вы сами спасены вы или нет? Рождены ли вы свыше? И если сегодня последний ваш день и час. К примеру, священник. И если сегодня это последний день, и это последний час. Знаете ли, куда вы идёте? Рай или ад? Вы знаете, этот священник сказал следующее. Я его за язык не тянул. Он мог бы молчать, он мог бы промолчать вообще. Но он ответил на вопрос, и при том конкретно, чётко. Цитирую дословно. Он сказал, нет, не возрождён. И скорее всего, иду в ад. Конец цитаты. Он сам стал... Он сам утеплён был. Я же был не трепоте его. В русском есть выражение, стал догонять. В русском языке мы имеем такие слова. Он просто сказал, и тогда он был, как думал, и понимал, что он сказал. Только после того, как он ответил. Гомо остается сапиенс, когда он слышит самого себя. Вот он услышал самого себя, реально. Хомо стал сапиенс. Просто человек стал человек, когда он слушает себя. И это был момент, когда он сказал, и тогда он услышал себя. Один еврейский цадик сказал так по один поводу, праведник, что Всевышний дал нам одни усты и двое ушей. Чтобы мы в два раза больше слышали. И чтобы мы слышали и себя, и того, кто говорит нам. Это начало реформации. И тот священник, он замолчал после этого, и опять не говорил ничего. Я посмотрел на людей, люди замерли. Люди слышали все это. А большинство это были православные люди. И вдруг их священник говорит, что он идет в ад. Оно нам надо. Одним словом. Значит, я дальше уже не имел слова Бога, но я дальше сказал, дальше, сам уже. Я сказал, что если вы как священник, и вы сказали православный священник, что вы не возрождены свыше, и скорее всего пойдете в ад. Проситировал для него самого и для людей. Его же слова, еще раз. То куда вы можете повести за собой людей? Потому что большинство здесь присутствующих вам как священник, как пастору доверяют. Душа своей. Через несколько месяцев у меня был разговор по телефону. Я разговаривал с евангельскими верующими в том городе. Я спросил их, ну как там ваш тот священник православный? Потому что он раньше очень гнал евангельских верующих. Я спросила их, как это был ортодокс-прист, потому что он разрешил много персекущий для протестантов в том городе. А братья говорят, батюшка изменился вообще. Как бабки сводили вообще? Вообще, шелковый, шелковый вообще. Спокойный, не ругается. Раньше люди доброй его стороной обходили, а это здоровается. Люди вообще, ну а там маленький городок. Это все. Одна из благороднейших задач информации, это заставить их думать своей головой. И осознать свою персональную ответственность перед Богом. Не прятаться за религию, за ширму конфессии. Братья и сестры, люблю всех, обнимаю вас, благословляю вас. Благословляю вас в полюбии Иисуса Христа. Аллилуйя. Завтра продолжим. Продолжение следует. Продолжение следует.